Раны Иисуса Христа Мои немного приболели, дома остались и бывает, думаешь, что такие истории, они могут пролететь мимо ушей и не сильно кто-то заметит. Но оно не всегда так. Вот буквально несколько недель тому назад, я вспоминаю, вечером на кухне я готовил чай и дети сидели за столом, мы делали какие-то подделки, рисовали, клеили, резали, что-то склеивали. И они думали, что я не сильно обращаю внимание, и мой младший, и Рома, он делился со старшими, какая у него огромная проблема. Он говорит, у меня выпала коронка. И он настолько это сделал, трагедию из-за этого, он говорит, вы не понимаете, это такое большое, что я могу умереть. И пауза, такая тишина, все дальше рисуют, как будто бы никто ничего не сказал. Но средний мой поворачивается и говорит, Роман, you're lucky. Мне интересно становится, я думаю, а почему ты это сказал ему? А Рома говорит, why am I lucky? Он говорит, you can't tell left hand from right. Он говорит, я могу умереть, не думая, что он говорит. Средний говорит, ты счастливчик, потому что ты не можешь отличать левой руки от правой. Это говорит мой средний, которому 9 лет. И тогда, как отец, ты должен понимать, что, Боже, дай мудрости мне говорить с моими детьми, доносить им истину, потому что в каком возрасте мне нужен Христос? At what age I need Jesus Christ? At what age I need His death on the cross to pay for my sins? Young age, apparently. Знаете, наверное, сегодня я как-то не так сильно переживаю, у нас мало. И я верю, что именно такие общения Дух Святой все равно с нами говорит и говорит нам Слово. И хотелось немного сегодня поговорить о вере. И несколько мест, которые я прочитаю, первое нам всем знакомо. Это все три места нам очень знакомы. И потом мы поговорим об этом. Евреям 11.1, стих, который вы все знаете на память. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я думаю, все те, кто готовились к крещению когда-то, это тот стих, который мы вызубрили, который у нас отлетает, если даже нас разбудить ночью. Вера же есть осуществление ожидаемого, первая часть, и уверенность в невидимом. Второй стих, римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, ослышание от Слова Божия. Опять-таки, хотелось разделить на две части. Вера от слышания, черточка, слышание от Слова Божия и о Слове Божием. Иоанна 17 глава, я прочитаю с 15 стиха и чуть-чуть ниже. Иисус Христос молится о своих учениках и говорит, «Не молю, чтобы ты, Отец, взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были опять освящены истиной, освящены Словом. Слово Твое есть истина. Знаете, какое-то время тому назад мы, долго ехая, общались с братом. И мы разговаривали, у нас был духовный разговор о Слове Божием, кто что читал, кто что слушал. И потом такая произошла пауза. Я говорю, представь, если кто-то сейчас просто outside, вот с мира, слышал наш разговор. Вот мы разговаривали полчаса или минут сорок. И мы говорили о Христе, как Он пришел, умер, воскрес, о Голгофе. И мы говорили, что когда-то Христос грядет за церковью своей, будет вознесение, какое-то третье небо, будет тысячелетнее царство. Вот человек, который ничего не знает о Библии, для него это нонсенс. Он не поймет, он скажет, о чем они говорят. И все же для нас это было такое свидетельство, из-за чего мы верим. И первая часть вот этого стиха, что вера же и есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. У вас случалось в жизни, где Господь отвечал на ваши молитвы? Или Он был в то время, в том месте, когда Он нужен был? Вот когда ты можешь говорить, вот я, может быть, вера была бы слаба, и я, может быть, не верил бы в это. Но если бы не вот этот момент, если бы не Господь не проявил бы себя вот в этот момент, все бы было совсем по-другому. Когда я разговаривал с близким мне человеком, он довольно-таки начитанный, наслушанный. И мы говорили с Ним о Боге, и я свидетельством о Нем говорил. Он говорит, Timmy, do you really believe in talking snakes and donkeys? Веришь ты действительно в эту чушь, что змеи и ослики разговаривали когда-то? Я говорю, yes, I do believe. Почему? Потому что что-то случилось уже в жизни, я верю. Потому что написано в Библии. И мы разговаривали дальше с братом, он говорит, когда два года назад случилась авария с ним, и вы знаете тот случай, когда he got penned, его трейлер вдавил в лоуриндаг, и он первый, кому он позвонил в два часа ночи мне, и это тяжело было, и мы после этого вспоминали все это, он говорит, Timmy, когда я разговаривал с отцом после этого, он говорит, что отец спал, и кто-то громко постучал к нему в трак. У вас бывало такое, что вы спите, и вы подлетаете от стука? Я не один, у меня такое бывает, ты слышишь стук. Он говорит, отец подлетел, никого рядом нету, был стук, два часа ночи, осмотрелся вокруг, никого нету, и давай молиться. Вот в это время он молился, и когда первый, кому я позвонил, это был мой отец, он сказал, Timmy, все хорошо, все будет нормально, потому что Господь побудил, я молился об этом. осуществление ожидаемого, мы ждем это, мы ждем эти ответы в жизни. И уверенность в невидимом, уверенность в том, что что-то будет. Вот эти моменты, которые затрамбовывают нашу веру, как сегодня Андрей говорил, это не просто так, раз и появилась вера у меня. Это процесс, God's making you, он нас тренирует, у нас вера, она вырастает. Из чего она вырастает? Это второй стих. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия. В 2010 году такая репутационная организация, как BBC, делала опрос, BBC News. И до 2010 года у людей было два страха. Первый страх, вот плюс-минус, организация ООН, все объединенные нации, United Nations, they had two fears. Первое, это всегда было климат, climate change, дети наши, подростки будут. И второе, это poverty, бедство. И после 2010 года перещелкнулась, и постоянно теперь одна и та же огромная опасность. И эта опасность называется коррупция. Corruption. Вера от слышания. Хотелось поговорить о первой части этого стиха. Кто-то сказал, что если в одно пространство поместить много людей, это делали социальный такой тест, и сказать им всем, что на желтое вы будете говорить зеленое. И 200 человек на желтое говорят, что это зеленое. И потом одного нормального туда запустить. И после какого-то времени тот, который нормальный, также будет говорить на желтое зеленым, потому что 200 трындят, что это правда. Он слышит, он понимает, что это вот, это все, значит, у меня что-то не в порядке. Это действительно, это не желтое, это зеленое. Вера от слышания. Друзья, что мы сегодня слышим? Знаете, дети наши ходят в школу, а подростки, ребята, кто в колледже, молодежь, около 90% профессоров сегодня в Йелл, в Принстон, в Гарвард, они атеисты. Сегодня тяжело профессору быть христианином, тот, кто creationist, кто проповедует то, что Господь сотворил мир. И постоянно идет вдалбливание в детские умы то, чего они хотят слышать. Итак, вера от слышания. Почему я повторяю это? Потому что очень много слышим. Мы с вами очень много слышим. И если сильно много нам что-то повторять, мы начинаем в что-то верить. It doesn't have to be true. Не всегда. Но ты так настроен, что начинаешь верить, неужели ты отключаешь любые новости и одно и то же. Одно и то же. Все тебе говорят, и ты начинаешь в это верить. Мало является вторая половина этого стиха. Мало является, что слышание от Слова Божия. Как моя вера, как у христианина, может возрастать? И тут это явно говорит, что чтобы была вот эта вера, чтобы было осуществление ожидаемого, чтобы была уверенность в невидимом. Тебе нужно слово. Тебе нужно слышать, почему мы сегодня здесь. Сегодня было прекрасно утреннее служение. Можно было уже после того, как вы покушаете, остаться дома, пообщаться с семьей, с детьми, с внуками. Слушание, может быть, Господь что-то скажет, еще положит мне на разум, на ум. Итак, наши подростки. Такая страшная статистика. In average, in United States, в среднем. Each day, teenager spends nine hours on social media. В среднем, подросток в Соединенных Штатах Америки каждый день тратит девять часов на социальные сети. Вера от слышания. Я хочу сказать не только от слышания, а от того, что вы прочитали. Растет ваша вера. Хорошо? В среднем, христианин, нормальный христианин в Америке, в нашей стране, это опрос в нашей стране. In average, Christian American. Тратит три с половиной часа в день на социальные сети. Я недавно себе сделал аккаунт, никогда в жизни этого не было, просто хотелось выйти на marketplace, что-то пробовать, купить, продать. И ты замечаешь, как много людей выставляют, они общаются бурно, что-то обсуждают. У них настолько... В среднем, христианин в Америке проводит три с половиной часа на социальных сетях. И, наверное, больше ужасающая статистика, в среднем, христианин в Америке сегодня читает Слово Божие три с половиной минуты. Вера отслышания. Вера наша сегодня, вот в такое время, в которое мы молимся, Господи, мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, кто будет президент. Мы смотрим, один, да, нам больше симпатизирует. Он нам больше симпатизирует. Он имеет цены, values какие-то, которые ближе к нам. Но мы в то же время понимаем, что этот человек невозрожденный. Когда проходили дебаты, и ему задают вопрос нашему президенту, и говорят, а что вы будете делать with climate change? Вы видите постоянно эти hurricanes, эти disasters, эти пожары, эти смерчи. Что вы будете делать? Мне сразу прозвучало такое, ну, засвидетельствуй о Боге. Скажи людям, что не в контроле это моем, а что Господь это контролирует. Нет, мы не слышим это, потому что этот человек понимает, что только когда я скажу что-то о Боге, я отсеку себе сразу какую-то часть тех, кто будет за меня голосовать. Мы не знаем, что будет завтра. Но на чем утверждаюсь я сегодня? Как утверждается моя вера? Do I believe from the word or I believe to what I hear and what I read? Ты не хочешь как-то, знаете, совсем быть, забиться куда-то в уголок и представлять, делать вид, что ты ничего не видишь и не слышишь. То есть мой друг Амиш, с которым я много работал, я у него спрашивал, как у тебя, как у вас прошло, есть у вас какие-то заболевшие? Мы долго говорили об этой ситуации, карантине, который случился. Он ничего не знает? Я ничего не знаю. Было, было, есть что-то как-то. Ты не хочешь, и ты чуть-чуть слушаешь, чуть-чуть читаешь новости и все. И заметно, насколько люди, они лицемерные, насколько быстро привыкают к тому, чему им говорят люди. Буквально в начале этого года, друзья, вспомните, были протесты против системы 5G, против вот этой сети, которые быстро скоростного интернет и все такое. Выступали врачи, они говорили, что наш мозг, он будет пропитываться этими микроволнами. Как будто в микровейке, это настолько плохо для тебя, у людей есть всплеск раковых клеток. Говорили об этом, говорили, протестовали. Буквально проходит полгода, и ты сейчас как будто бы, что, у тебя 5G нету? Ты заходишь в наш магазин, в райзен, где они продают сервисы, и все, и везде рекламы 5G. 5G. Это так круто, 12 или 13 телефон, там уже есть 5G, тебе даже не надо. Только что эффект глобализма, о том, что говорят все. Интересно, что когда, вот 80 лет тому назад, когда случилась эта трагедия до Второй мировой войны, то с трибун звучали вот эти крики и провозгласы вот этой партии в Германии. Они говорили, что мы должны очищать мир, у нас должна быть арийская кровь, не нужны евреи, не нужны жиды. И настолько подходили к этому все. И потом началась зачистка. Люди поверили в то, что им говорили. Люди поверили тогда. Самая процветающая в то время нация на земле. Самые умы, доктора, то есть строители, инженеры, они тогда уже развивали свои инфраструктуры, настолько была развита Германия. И в такой стране они говорили, знаете, что надо очищаться, нам нужно, мы пойдем завоюем евреи, это ссора этого. И мы знаем, что эффект этого был 6 миллионов погибших евреев. А звучало с трибуны все классно, все на ура, все будет хорошо. На пике в своем, в Польше, в Освенцево 12 тысяч в день сжигали в газокамерах. Они, люди, задыхались. Они говорили, заходите. Загоняли их в кучу, женщин брили на лысо, волосы продавали. Это был беспредел. Они говорили, у вас будет сейчас первый душ за долгое время. И потом давали газ. И люди умирали тысячами в каждый день. Но все в Европе говорили, that's ok. Мы очищаемся. Друзья, откуда наша вера сегодня? Где мы питаемся? Что является якорем моей твоей веры? Посмотреть немножко дальше, исходя из того, что проповедуется в этом мире, вера отслышания. Каждый год 56, слушайтесь, миллионов абортов. Каждый год, каждый Богом данный год, каждый Богом данный день 250 тысяч детей в день. Вы слышите, что CNN, NBC, ABC, Fox, что они кричат об этом, что большая проблема. Нам говорят об этом. Нам об этом не говорят. Люди научились преподносить детям нашим, преподносить это в колледже, как будто бы это нормально. Они научились ребенка, который в утробе матери, называть фирос, зародыш. Это не ребенок. It doesn't have feelings. Они научились оправдывать действия женщин, говоря о том, что это ее тело, она может сама контролировать, что она хочет. И утверждается вера от того часто, что слышат наши дети, подростки, молодежь, что слышим мы, когда мы не сравниваем это с Словом Божиим. Вера отслышания. Настолько этот мир нечестен, лицемерен. Они говорят, что если надругание произошло над девушкой, насилие, что тогда, что ей делать с этим ребенком? Она имеет право избавиться от него. Она имеет, она не участвовала в этом. И один проповедник, он сказал, я за смертную казнь, чтобы тот человек, кто совершил это, он должен умереть. Нет, они не говорят об этом. Либералы говорят, no, no, no. Ты что? Они берут жизнь ни в чем не виноватого ребенка. Но тот, кто сделал преступление, они говорят, there's no death penalty. Нет. Это то, что говорится сегодня в наших школах. Знаете, друзья, какое-то время тому назад Бог подарил возможность с другом своим. Мы посетили Mount Neatney Elementary School. И там происходила лекция в библиотеке про трансгендеров в средней школе. Да, чтобы нам было понятно, там высший возраст 13 лет. И там сошлись тетечки, мамочки, детки. И приехал representative, обученный человек, и она давала лекцию. Такой огромный powerpoint высвечивала, рассказывала. Это в школе. Это там, где мы с вами платим taxpayer dollars за образование наших детей. И они говорили такие вещи, да, просто я вкратце, что если ваш ребенок, ему вот он прекрасные девчонки, они вот играются вместе, и вдруг она начнется в возрасте, в маленьком, играться в машинки, в солдатики, одеваться в одежду брата своего, никогда не останавливайте. Никогда не говорите им ничего против. Let him be who he is or who she is. И потом настает возраст подростковый, когда ребенку 11, 12, 13, 14 лет, ему начинают вкалывать гормон. Вы слышите, чтобы об этом кто-то кричал на новостях сегодня, на любой канал? Что вы делаете? И там сидели девчата, которые полуребята, и мамы, которые полупапы, и они с таким торжеством смотрели на эту презентацию. Неужели в нашей школе об этом говорят? Знаете, потом, когда была минута вопросов, то я попросил вопрос задать и своим ломаным английским языком и с русским акцентом задал вопрос, который им не понравился. Я говорю, почему вы говорите об этом в школах? У них есть свои родители, которые научат. И ты просто почувствовал эту негативность, как забурчали все эти, кто там собрались. Знаете, наша вера от слышания, если постоянно только будут влаживать в умы наших детей, что «It's ok! You feel like a boy! That's fine!» Друзья, слышание от слова Божия. Библия говорит, что Бог создал мужчину и женщину. Библия говорит, как Он сотворил семью, что случается с браком сегодня? Он полностью разрушается. Институт брака, он разваливается на глазах. Сегодня люди, они боятся говорить, что это нормально, если ты женился в своих 20 лет. Почему? Да потому, что все живут во грехе. Кто тебе скажет сегодня, «It is ok for you to be virgin and to get married at young age. That's God's plan for you!» They're not going to say that. Они тебе скажут, «Иди, наслаждайся, живи, go party, and then whenever you feel like, get married and have family. Do what you feel like. You know, выгодно, если мы будем делать все, что мы чувствуем, мы далеко не зайдем. Друзья, вера отслышания, отслышания от Слова Божия. Каждый год 690 миллионов людей не год сейчас в голоде. То сейчас 700 миллионов людей голодуют. Вам об этом говорят каждый день. Люди предлагают по новостям, давайте что-то делать, чтобы избавиться от вот этой голода. Людям просто кушать нечего. Они ложатся спать с напухшим животом не потому, что пельменей наелся, а потому, что кушать нечего. Говорят, мама, я кушать хочу. Она говорит, доченька, может быть, ты завтра покушаешь что-то. Нам об этом не говорят. Мы знаем об этом излегка, но нам не говорят так часто об этом. Это не то, что лежит на программе владельцев мира сего. Они не хотят, чтобы мы об этом задумывались. Нам кто-то говорит, что каждый год 270 тысяч молодых людей уходят из жизни от передозировок. И две трети из этих 70 тысяч людей, те, которые просто употребляют таблетки. Пейнкиллеры. Вам говорят об этом постоянно. Вы читаете, вы открываете свой фейсбук или свои новости и тут постоянно urgent, urgent, breaking news, 70,000 people die each year from drinking pills. No, you know why? Because it's not on their agenda. Я какое-то время у нас субботник был и мы помогали другу Денису Лыкину на хате и вытирали гвозди и получилось так, что гвоздодером ударил по коленке себе прямо под коленкой. Ну, я не знаю, такая боль была. Вот как будто ногу сломал. Я три дня тягал за собой эту ногу. Думал уже там или какую-то жилку или что-то и потом уже все, уже так все плохо, я пойду к врачу. Я пришел к врачу, врач обсмотрел, сделал рентген, говорит, ты здоровый, все нормально, вставай, я не могу. Говорит, я могу тебе сейчас прописать лекарство без проблем, сколько хочешь, такой пузырь, такой или такой. Пей, продавай, 20 долларов за таблетку. Вам говорят об этом, как легко сегодня в подростку сесть на это. И когда потом ему уже по 22 и жизнь разбита. Он говорит, я видела папу, который пил эти таблетки, когда уже у него ничего не болело. И мне было 13 лет, и я начала брать их у папы из тюбика. И до сих пор на них сижу. Вам говорят об этом в сегодняшней новости. Друзья, вера от слышания. А слышание наше должно быть от слова Божия. У нас должен быть всегда якорь, отвес, почему я равняю. There is word of God. I don't care what they tell me. There is truth in the Bible. Если мы с вами прочитаем какие-то стихи такие как бы дежурные о вере. Мы читаем Евреям 11, что без веры Богу угодить невозможно. Матфея 10,20 Если будешь иметь веру с горчичное зерно. А как? Откуда ее брать? Где брать вот эту веру? Если я в среднем христианин тратит три с половиной минуты на чтение Слова Божия. У нас вечеря с вами. Следующее воскресенье мы соберемся. Как проходит моя жизнь? On Monday в понедельник. Слава Богу, что мы хотя бы такой группкой сегодня собрались. Друзья, как у вас молитвенная жизнь? Как у вас с чтением слова? Do you force yourself to read word or you actually want to read? Do you wake up and feel like God, I'm on the war? Мне нужно сегодня подкрепление, потому что если я не буду иметь подкрепление, молитвы, чтение слова, я просто упаду. У нас есть такое, у нас утверждается наша вера и Слово Божие. Были еще какие-то примеры, к которым я уже не вернусь, но интересно, что в 40-е годы, начало 40-х годов здесь в Америке организовалась такая миссия, она называлась Youth for Christ. И там были два молодых сподвижника. Одного из них звали Билли Грейм, а другого звали Чарльз Тэмплтон. Вы не слышали эту историю? Они оба были одаренные проповедники, они тянулись к Богу и из двух Чарльз Тэмплтон, это был тот, который был более одаренный, говорили люди. Он более приветливый, более ораторный, мог высказать все, говорить, и люди шли. Настолько расцветала эта организация молодых, она называлась Youth for Christ, что люди шли, отдавали жизнь Богу своему. Они здесь отделали миссионерские и служения, все. Только через 10 лет, к 50-му году, он стал пастырем церкви. Чарльз Тэмплтон. И умер он в 2000-х в Канаде безбожником. И написал книгу перед этим, которая называлась Farewell to God. Пока, Господь, или Чао, или как-то, я не знаю, как точно перевести. А что пришествовало этому? А пришествовало, что в искании познания больше знания он решил начитаться атеистов, почитать материалы, которые проповедовали атеисты в то время. И в течение 10 дней он прочитал самые лидирующие книги на тот момент, 6 или 7 книг атеистов. И он ушел. Он сначала провозгласил себя гностиком, тот, который я не знаю, я точно не могу определить есть или нету. И потом вообще ушел. И мы не слышали больше ничего о нем. Вера отслышания, отслышание от слова Божия. Дорогие друзья, подростки, молодежь, что вы сегодня читаете? Какие книжки сегодня стоят у вас на полке? Сколько литературы той, которая делает мою веру сильнее? Если я прочитаю эту книгу и gives me that boost of energy, она меня будет духовная, это моя пища духовная, слышание от слова Божия. Сегодня как никогда идет давление на веру людей, давление на истину, на правду. И Слово Божие говорит, что есть правда, что есть истина. То, что мы с вами прочитали от Иоанна, слово Твое есть истина. Я всегда должен сравнивать параллель с Библией. Мое желание, если я хочу укрепляться, возрастать духовно, я должен научиться читать Библию, я должен научиться слушать проповеди, и не только в воскресенье, и даже на английских служениях, везде, потому что нужна пища, нужна пища, когда я ездию за рулем, когда я готовлю на кухне, когда я I'm taking care of my kids at home, нужна пища духовная, если ты не будешь иметь этого посреди недели, ты будешь слабеть, задай тогда себе вопрос другой, о чем твоя вера, что ты слушаешь, что ты читаешь, и потом, когда мы говорим, знаете, проблема, подростки не хотят слушать о Боге, молодежь, дети не хотят слушать о Боге, друзья, все начинается у нас дома, папы, мамы, какой мы пример показываем сегодня нашим детям, что мы слушаем, какую музыку мы слушаем, какие каналы у вас по телевизору, что мы читаем, вера от слышания, от слышания от Слова Божия, Слово Божие говорит, что придите ко мне все оттруждающиеся, обремененные, Матфея 11, 28, и я успокою вас, тяжело, плохо, у тебя плохой день, тебе не надо ничего, чтобы расслабиться, идти к Христу, ты приди, закройся на коленочки, встань в свою тайную комнату и помолись, и Господь, успокой, ты в Слове Твом говорил, что я могу приходить к тебе, Матфея 11, 30, написано, ибо иго моё благо, ибо бремо моё легко, Марка 8, 34, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест твой, следуй со мной, Слово Божие говорит, что я есть путь, истина и жизнь, я есть Слово, Христос назвал Словом, Христос говорил о Троице, кто видел меня, видит и Отца, а сегодня так много молодых людей, которые не имеют духовного стержня, которые послушают что-то о Троице и пошёл налево, такого не было, послушать что-то ещё и пошёл направо, а ты говоришь, а на чём ты, где ты берёшь, покажи мне места из Библии, what are you based, what is your foundation, ну кто-то сказал, кто-то где-то, что-то сделал, наша вера, она с вами, часто, есть, но мы её не пользуем, друзья, в заключении, сейчас мы уже скоро будем молиться, и Господь нас будет распускать по домам, и у нас будет ещё новая неделя, давайте думать о том, как я могу проявить веру живую на этой неделе, что я могу сделать, чтобы утвердиться, знаете, кто-то сравнил когда-то веру с парашютом, он тебе бесполезен, если ты его не одел, ты можешь иметь веру, но ты не выпрыгнешь с самолёта, не одеть на себя парашют, мы должны облечься в Христа, you have to put it on, жизнь моя, моё борение, моё стремление, Христос, каждый день я нуждаюсь в тебе, я нуждаюсь в тебе, Боже, я нуждаюсь в тебе в помощи, в мудрости, so I could live this day righteous and pure, so I could raise up my kids godly, одеть веру спасительно себя, но когда садитесь в машину и не хотите пристёгиваться, а он бим-бим-бим-бим-бим, да пристегнись же ты, наша вера как сидбелт, она есть, знаете, почему мы часто ходим на служение, с детства выросли в христианский смех, но надо пристегнуться, чтобы когда, не дай Бог, что-то случится, чтобы сохранило нас, we have to put it on, и в конце я вам хотел сказать, историю, которая буквально произошла две недели тому назад, я уверен, что здесь много чего, что я пропустил, это всегда так случается, ты садись и смотришь в конспект, и у меня был разговор с человеком, который скеммер, который присылает вам сообщение на телефон и хочет что-то от вас выудить, какую-то информацию, то есть я выставил на продажу машину, а он мне, я так заинтересован, я так хочу, я хочу прислать тебе деньги, мне так нужно купить твою машину, и он хотел обмануть меня, и как он это делал, он сказал, что я не могу сейчас разговаривать с тобой по этому телефону, потому что it's unsafe, the phone that we're talking on is unsafe, он говорит, я пришлю тебе код, и ты пришли этот код назад мне, если бы это случилось, было бы большое горе, потому что после того, что я узнал, он бы смог зайти в мой телефон, использовать мою информацию, мои кредитные карточки, мой e-wallet, whatever you got, он бы мог все для себя, это быстро, я ему говорю, зачем тебе код нужен, он говорит, чтобы мы могли честно поговорить, проходит какое-то время, я говорю, позвони мне просто, он говорит, я не могу, пришли мне код, и он мне несколько раз присылал этот код, и я ему написал, говорю, друг, тебе нужно покаяние, я ему говорю, то, что ты делаешь, это обман, ему сказал, что код Иоанна 3,16, он не понял, он сказал, что это такое, пришли мне код, I need код, пришли мне это, тебе нужен Христос, люди, которые окружают нас сегодня, им нужен Христос, вот в это время, когда идет борьба за наше внимание, все хотят, все хотят влечь нас чуть-чуть, посмотри на эту табличку, посмотри на эту, за рекламу платят миллионы долларов, чтобы выселить в нас их веру, чтобы listen to my truth, когда проходят президентские дебаты, или что мы говорим, левые, правые, одни говорят одно, вторые, вторые, они хотят, чтобы мы поверили им, вера человеческая, она не Божья, моя вера должна быть на Слове Божьем, а вот это время, которое нам Бог дает перед этими выборами, все в Божьих руках, все в Божьих руках, ничего не случится такого, которое не должно случиться, Господь под контролем, все, что будет здесь, моя цель, и моя миссия здесь на земле, в городе Средкалыч, показать свет и соль окружающим, кто вокруг меня, Господи, да, я буду осолять, да, я буду светить, потому что в темноте часто темно, потому что нету света. Друзья, не где-то за что-то, у нас, да, мне, например, тоже наш президент, он симпатизирует, из-за чего? Из-за его уверенности, в то, что он верит и говорит больше, но я осознаю о том, что моя роль как христианина быть светом и показывать любовь в этом месте, где я нахожусь. Господь нам дал, и наша цель, по Слову Божьему, идти и проповедовать Евангелие. Мы когда-то пришли сюда, когда-то папы с мамой переехали, когда-то вы переехали сюда, в эту страну. Для чего? Для чего мы выучились говорить по-английски? Потому что люди не знают Слова. Сегодня поколение, которое 30 и ниже, они не знают Слова Божьего. Закончились эти массовые евангелизации, крусейс. Недавно на работе встретился с человеком, Коу, ему 26 лет, он такой приветливый, он такой счастливый, радостный, женатый, у него есть дочка, и он так притянулся, прилепился, мы с ним разговаривали, и мы говорим, Коу, ты знаешь о Христе? Ты знаешь, что тебе нужен Спаситель? Ты знаешь, что семью твою ничто не удержит, кроме Бога? Он говорит, я не знаю, я никогда не читал Библию. И после того, молча, я говорю, Коу, можешь мне пообещать? Мы не можем, никогда в жизни не встретимся, потому что мы уже это не делаем, это было в другом городе. Прочти Евангелие от Иоанна. Прочти Слово Божие, он говорит, я тебе обещаю. Друзья, благословит нас Господь. Слава Богу за это общение, и будем помнить, что наша вера, она утверждается на Слове Божьем. Родители, дорогие, будем помнить, что нашим детям говорят не только то, что мы говорим дома, а говорят то, что они говорят в школе, в колледже. И наш якорь, и наш левел, с чем мы можем сверить, это Библия. Это не дядя какой-то, это то, что говорит Слово Божие. Благословит нас Господь, помолимся. Аминь. Слово Божьем. Слово Божьем.